МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы украсть деньги со счета, мошенникам придется подделать слепок лица владельца с точностью в 99%. Воссоздать все его черты, вплоть до мельчайших мимических морщин, практически невозможно. На сегодняшний день биометрическая идентификация – самый надежный способ защиты личных данных, говорят специалисты. Биометрия – это мировой тренд. Есть старые способы идентификации сети, которые уже морально устарели. Например, логин и пароль придумали в 60-е годы прошлого века. А мы их до сих пор используем как основной способ подтверждения своей личности. Хотя они неудобные, пароль можно забыть, логин можно украсть и так далее. При биометрии лицо человека отпечатки пальцев или голос становятся и логином, и паролем. За рубежом этот способ подтверждения личности уже позволяет дистанционно открывать банковские счета, получать госуслуги и страховку, оформлять кредиты, участвовать в голосовании. В Казахстане биометрия только набирает обороты. Большая часть кейсов, которые я знаю, они ограничиваются внедрением этой технологии в рамках одной компании. То есть, например, какая-нибудь большая компания, которая обрабатывает большое количество клиентов в своем офисе, добавляет к сервису обычного менеджера еще и технологию распознавания лица, которая используется в дальнейшем для того, чтобы быть уверенным, что клиент, который пришел в офис, это он на самом деле. В одном из офисов Нурсултана, при этом в абсолютно творческой атмосфере, работают, можно сказать, первопроходцы. Команда IT-разработчиков и инженеров создала платформу цифровой идентификации. Своего рода аналог кнопки в IT с помощью Facebook, но для сервисов, в которых требуется подтверждение личности. Эта технология собирает множество компаний и сервисов в единую сеть, в центре которой пользователь. Один из примеров. Не так давно совместно с Национальным центром тестирования, это организация, которая авторизована на проведение ЕНТ, мы провели эксперимент, когда 600 учащихся получили диджитал профили, обратились к нам, получили диджитал профили, и потом, когда они шли на экзамен сдавать ЕНТ, стоял сотрудник центра с камерой, снимал всех, кто заходит, и система онлайн идентифицировала, тот ли этот человек заходит, допущен ли он к экзамену, и вот такие параметры она считывала. Персональные данные пользователей хранятся в зашифрованном виде. Ключи спрятаны в так называемом хранилище секретов с регламентированным доступом. Владелец данных может стереть всю информацию о себе в любой момент. Создание цифрового паспорта проходит в три этапа. Мы просим человека снять свое лицо, то есть сделать селфи на телефон. Все умеют сделать селфи, в этом проблем нет. Второй этап. Нам нужно подтвердить, что лицо настоящее, что это не фотография, например, чужая, которую человек держит перед камерой. Для этого мы используем специальный видеотест, где человек должен выполнить кое-какие действия. Ну, например, приблизить и отдалить камеру от себя. Ну и третий этап, важный для нас, потому что мы же хотим сделать паспорт. Соответственно, мы просим сделать фотографию удостоверения личности или паспорта на телефон опять же. И из этой фотографии мы извлекаем все текстовые данные, мы извлекаем фото из паспорта, и вот это фото сравниваем с селфи, которое сделали на первом шаге. Соответственно, если совпадение есть, значит, это тот самый человек. Биометрический метод позволяет сделать это дистанционно и получить данные в удобном для обработки формате. Сама по себе биометрия – это технология, которая, может быть, сейчас кому-то кажется каким-то новшеством, но пройдет очень мало времени, и она станет повсеместной. Весь мир переходит на биометрию. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать же обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!